Всероссийская конференция по малым городам и историческим поселениям собрала в ИКСе более 300 делегатов из 40 субъектов Российской Федерации. Глав муниципальных образований, представителей профессиональных сообществ и бизнеса. Для них были организованы 11 сессий, дискуссий и лекций. Впервые на одной экспертной площадке выступили более 40 ведущих российских и международных экспертов в области развития общественных пространств в малых городах России. По словам участника конференции, главы администрации городецкого района Владимира Беспалова, это бесценный опыт для развития своей территории. Надо сказать, что конференция, которая прошла в городе ИКСе, это логическое продолжение встречи президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с представителями малых городов в Коломне, который был в начале этого года. И неоднократно к этой встрече возвращались на данные конференции, и мы видели, что развитие именно тех вопросов, которые задавал Владимир Владимирович на той встрече в Коломне, развивается сейчас и продолжается поступательное движение в этом направлении. Для нас, для Градецкого муниципального района было очень важно посмотреть тех победителей, которые участвовали в конкурсе малых городов и исторических поселений, которые стали победителями в 2018 году. В ходе конференции были представлены лучшие российские и зарубежные практики по созданию комфортной среды в российских городах, инструменты перезагрузки проблемных территорий, учитывающие особенности исторических поселений. Здесь подход несколько иной. Подход современный, подход глубокого анализа и проработки не только чиновниками, но и с участием населения, с участием тех людей, которым в конечном итоге эксплуатировать и пользоваться этим благоустройством. Это, как правило, комплекс. Это не просто брусчатка, это не просто лавочки и урны. Это в комплексе исторически значимые места, это какая-то зона торговли, это детская площадка для игры, какие-то спортивные объекты для развития. Вот именно такой комплексный подход приветствуется и рассматривается в первую очередь. И очень приятно то, что мы принимали участие и мы получили опыт. Да, мы в числе, так сказать, многих городов, исторических поселений, которые не стали победителями. И это не страшно. Мы все те ошибки, которые нами были допущены при подготовке, мы их учтем и в 2019 году мы примем обязательно участие в этом конкурсе. Поэтому я считаю, что мы обязательно пройдем все необходимые пункты дорожной карты подготовки этих материалов. Обязательно будем рассматривать это совместно с нашими инициативными группами, которые в Градецком районе существуют. И будем участвовать и будем побеждать.